Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. ДТП с украинскими туристами в Венгрии. Есть ли жертвы и как получить информацию о своих близких? Теракт в Бельгии. Сколько человек погибли в результате стрельбы в Льеже и есть ли среди жертв украинцы? Чего боятся шахтеры? Горняки вышли на акцию протеста. Чем грозят на случай, если их не услышат? Куда уходят трубы? Кто ворует куски водопровода в Одесской области, параллельно уничтожая урожай? Страшная авария в Будапеште. Автобус с украинцами врезался в металлическую конструкцию, которая ограничивает высоту транспорта. 48 пассажиров получили травмы, 8 из них тяжелые. На месте аварии побывал консул Украины. Он пообещал, что пассажиров обеспечат всем необходимым. Все подробности мы расскажем буквально через несколько минут. Готовим материал к эфиру. Обстрелы ОБСЕ. Сегодня на Донбассе боевики открыли огонь по сотрудникам миссии в районе пункта Нелеповка под Торецком. Об этом сообщает штат Опериации Объединенных Сил на своей странице в Фейсбуке. Вражеская мина разорвалась в 250 метрах от машины ОБСЕ, когда наблюдатели запускали беспилотник для мониторинга. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Кроме этого, по данным Генштаба, под огонь боевиков попали жилые кварталы Горловки. О том, что происходит на передовой, расскажет наш военкор Игорь Левенок. Вот это ДШК работает. Это ДШК. Луганское направление. Нулевые украинские позиции в районе поселка Крымского. В последнее время это название регулярно появляется во фронтовых сводках. Сначала операции Объединенных Сил российско-оккупационные войска на той стороне зашевелились. Ежедневные обстрелы. Работает вражеское стрелковое оружие, минометы и артиллерия. То есть бывает, что стреляют сначала по одним, потом переключаются на следующих. То есть они бьют по участкам. То есть не так, что в одну точку. Они бьют сразу по всем там по участкам. Роман хлопочет на кухне. В полевом котле варится гороховый суп. Все чаще готовить приходится под свист вражеских пуль и снарядов. Буквально пару дней назад было. Вечерню только начали готовить. И свистило так нормально, БМП работало. Наши военные рассказывают, этот участок фронта выгоден для наступления украинской армии. Боевики это понимают и бесятся. Сейчас не проходит и недели, чтобы враг не совершал попыток выбить наших бойцов отсюда. Особенность этих позиций заключается в том, что нашим военным приходится здесь держать почти круговую оборону. Наши позиции расположены клином и армейцам часто приходится быть под перекрестным огнем. Мы стоим как бы в аппентиците здесь. И по нам российские войска стреляют в трех направлений. Спереду и с боков. Могут даже как бы косым огнем, почти в тыл нам стрелять. Мы как бы в круговой обороне здесь. Кроме огневых атак, оккупанты прибегают еще и к психологическим. Нашим бойцам на телефон периодически поступают СМС-сообщения с угрозами от боевиков. СМС-ки. То обстрелы из градов, то еще что-то. То готовьтесь, сегодня будем вас убивать. Ну такое. Но ребята говорят, СМС-ками их не напугать. Большинство солдат здесь родом с Донбасса. Кому-то повезло, наемников выгнали из родного города. А Александр четвертый год сражается с врагом и мечтает освободить отцовский дом в Донецке. Я уверен, что в конце концов мы закроем свои границы, освободим свои оккупированные города, наладимся, жизнь и будет продолжаться. Будет Украина цветы. Из Луганской области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер. Ответственность России за гибель почти 300 человек при крушении Боинга на Донбассе должна быть неотвратимой. Такое заявление Петр Порошенко сделал после общения с Франком Вальтером Штайнмайером, президент Германии, впервые в Украине с официальным визитом. Во время этой встречи говорили также о резкой эскалации конфликта на востоке нашей страны и о шансах введения миротворцев ООН уже в этом году. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Впервые Франк Вальтер Штайнмайер в Украине с официальным визитом как президент Германии. Одна из главных тем встречи глав государства – эскалация конфликта на Донбассе. И мы видим спробы наступальных операций с боку боевиков, которые надзвичайно эффективно отримают відсечку от збройных сил Украины. Нормандский формат необходимо активизировать. Об этом заявили оба президента. Петр Порошенко подчеркнул, что уже выступил с инициативой провести встречу в рамках четверки. И одновременно Украина настаивает на введении миротворческой миссии ООН. Причем президент надеется, что при содействии партнеров «Голубые каски» зайдут на оккупированную территорию уже в этом году. Мы считаем, что первый безопасный компонент имплементации Минских угод, который гарантует безопасность и на линии встречи, и на всей оккупированной территории, оружие незаконных оружийных формирований, выведение российских оккупационных войск с оккупированной территории Донбасса, единственным инструментом для этого является миротворческая операция за мандатом Рады безопасности ООН. О миротворцах на Донбассе говорят и в Европе, уверил Штайнмайер. Но дал понять, прогресса пока нет, а от прогнозов отказался. Во время встреч в Берлине, Ахине, Сочи с разными участниками также обсуждалась миротворческая миссия. Однако переговоры продвинулись недостаточно далеко, и я пока не могу говорить об их результатах или делать прогнозы. Обсуждали вопрос газа, комментируя согласие Германии поддержать Северный поток-2, Штайнмайер уверил, что Украине не стоит беспокоиться. Вам не следует нас обвинять, если даже мы говорим о Северном потоке, ведь мы обсуждаем и будущее, и безопасность Украины. Вы видели, Германия предлагает усилия для обеспечения транзита природного газа через вашу страну. Для этого и ведутся переговоры. Они идут не только между Украиной и Германией, но и с ЕС. А с премьер-министром президент Германии встретился за закрытыми дверями. Тет-а-тет, как стало известно позже, обсуждали реформы в Украине. И я рассчитываю на то, что сегодняшний ваш визит – это еще один великий крок на посиление нашей співпраці в різноманітных сферах, начи от геополітичных вопросов и завершивши развитие наших двусторонних экономических отношений, которые сегодня демонстрируют добрую динамику. Я глубоко уверен, что они имеют абсолютно великий потенциал. Из столицы президент Германии отправится во Львов. Ирина Баглай, Юлия Жашко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер». Владимир Гройсман сегодня общался не только с президентом Германии, а также с иностранными журналистами. Вопросы в основном касались конфликта на Донбассе. Премьер заявил, что санкции против Москвы должны усиливаться, поскольку ситуация все больше накаляется, и все больше жертв становится среди мирных жителей. Трагедия последних дней – гибель 15-летней девочки в результате артобстрела поселка Железное в Донецкой области. Владимир Гройсман выразил соболезнование близким погибшего ребенка. Владимир Гройсман, государства Украинский день в ООН. Совет безопасности ООН буквально через несколько часов соберется, чтобы обсудить Крым, Донбасс и будущую миротворческую миссию. Нашу страну в Нью-Йорке представляет Павел Климкин. О его первых встречах и заявлениях расскажет мой коллега Дмитрий Анопченко. Уже через два часа в этом зале соберутся представители стран, входящих в Совбез и нашей страны. А места для прессы будут просто забиты репортерами. Ведь единственная тема этого заседания – ситуация в Украине. Созвать его предложила Польша, нынешний председатель Совбеза ООН, давний адвокат Украины в Европе, а теперь и тут, в ООН, где Киев и Варшава сейчас действуют в полной координации. Крым, Донбасс и будущая миротворческая операция. Главные темы предстоящего заседания Совета безопасности ООН предсказуемы и понятны. И столь же предсказуемый расклад сил. Соединенные Штаты и европейцы поддержат предложения Украины. Россия под разными предлогами попытается их торпедировать и тормозить. О намерениях Москвы хотя бы сегодняшние заявления Сергея Лаврова свидетельствуют. Выступая в Минске, глава российского МИДа и о карикатурности дальнейших встреч в нормандском формате сказал. И в очередной раз о необходимости пресловутого особого статуса. Но какой додатковый статус потребен оккупационным администрациям и оккупованным территориям? У них уже есть этот статус. Никакий додатковый статус им не потребен. А карикатурность, по словам министра, этим переговорам как раз сама Россия и предает, затягивая решение серьезных вопросов. Но этот разговор еще впереди. Пока что Павел Климкин успел сверить позиции с коллегами-министрами. В кулуарах штаб-квартир ООН встретился и с главой МИДа Венгрии Петром Сиярта. Разговор с которым ожидаемо был непростым, но при этом впервые есть конкретика. Будапешт согласился уже 5 июня провести консультации между министерствами образования обеих стран. По итогам которых в Берегово состоится финальная встреча двух министров, которая и позволит снять противоречия. В любом случае все самые главные месседжи здесь, в Нью-Йорке, еще предстоит услышать. Они прозвучат в ближайшие часы, когда в 15 по местному времени и состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине. И штаб-квартира организации Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В МВФ утверждают, что Украина испытывает дефицит финансирования. В этом и в следующем году Киеву не будет хватать 4,5 миллиардов долларов, сообщает эту статистику на сайте Европейского совета. Я напомню, по данным рейтингового агентства СНП, в ближайшие три года Украине нужно выплатить 24 миллиарда долларов внешнего долга. Европа сегодня выделила миллиард евро. Это макрофинансовая помощь от Европейского союза. Выплатят эту сумму двумя траншами. Ожидается, что деньги пойдут на экономическую стабилизацию, поддержку реформ и борьбу с коррупцией. Президент Порошенко назвал финансовую помощь от ЕС важным сигналом дальнейшей поддержки Украины. А вот как расходуются выигранные страной деньги, причем те, что еще даже не поступили на счет. Правление «Нафтогаза» получит еще одну премию за победу в суде над «Газпромом». Размер бонусов 1% от общей суммы, то есть 45,5 миллионов долларов. 20 миллионов члены правления уже получили, хотя «Газпром» отказывается выполнять решение этого суда. Но все преференции должны выплачиваться после полной компенсации выигранной суммы. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Он намерен оспаривать такие премии в суде и требует перечислить эти деньги на выплаты пенсионерам. Те деньги, которые якобы предназначены для оплаты топ-чиновников «нефтегаза», которые систематически повышают тарифы для простых людей, которые воруют миллиарды гривен ежегодно у простых людей, буквально в понимании слова «нимаю» из кармана, должны быть направлены прежде всего на поддержку наших пенсионеров, на поддержку наших воинов АТО и на поддержку наших переселенцев. Мы имеем задержки сегодня с выплатами пенсии, мы имеем сегодня задержки по всем социальным выплатам. Невыплаченные зарплаты снова причина протеста горняков. В Волынской области сотрудники шахты номер 9 отказались спускаться в забой, пока им не выплатят долги. Сегодня горняки поехали в Нововолынск договариваться с руководством предприятия, которому принадлежит эта шахта. Удалось ли им услышать друг друга, выясняли наши корреспонденты. Я скажу, две раза не прошло. Две курины спускаются. Ну, заража, подъезжаем. Ну, все. 350 метров под землю. Мы спускаемся в шахту, идем около километра. Под ногами грязь, на голову капает вода. Минут через 20, наконец-то, добираемся до выработки, где добывают уголь. Люди лизут, и лизут в лаву, и из лавы, ну, 6 в 1, потому что это нужно дать бедолый план, какая у нас работа. Условия, в которых работают люди, сложно назвать человеческими. Уголь добывают полу-лежа. Это пекло, с одной стороны, с одной стороны. С всеми силами мы оставим, чтобы шахта все-таки работала. Устаннее долго работать, но почему-то не оценивается наша работа. Сегодня в забое тихо. Техника не работает. Шахтеры уехали в Нововолинск. Требовать рассчитаться с ними за март и апрель. Всего им не выплатили более 8 миллионов гривен. Руководство госпредприятия уверяет, платежки уже оформляют. И пока пикетчики доберутся домой, получат долгожданный СМС. Они сегодня будут у меня на рахунку и будут отправлены на банки. Если банки как-то там спрацуют не так, что они будут завтра сранку, то они будут завтра сранку. Шахтеры уверяют, на свою зарплату уже заработали. Добыто более 8 тысяч тонн угля. Склад буквально забит, но сырье почему-то не отправляют. В конце концов шахтеры разошлись, но пообещали устроить подземную забастовку, если не увидят денег. На акцию вышли горники и в Павлограде Днепропетровской области. Требовали не объединять фонды соцстрахования и пенсионный. Опасаются, если это произойдет, могут остаться без выплат. Боятся этого и пенсионеры-шахтеры в Кропивницком. Они обратились к городским и областным депутатам с просьбой поддержать их. Екатерина Срывкова, Елена Миндалюк, Елена Брынза, Снежана Сидорук. Подробности на телеканал Интер. Водители автобуса, который вез украинских туристов в аэропорт Будапешта, считают главным виновником катастрофы. Ему 52 года и, предположительно, он не был пьян. Все детали этого страшного ДТП узнаем от Марины Коваль. Сейчас мы находимся возле аэропорта Ференцилиста в Будапеште. Недалеко от места аварии. Дорога открыта для проезда. Подробностей о случившемся пока не очень много. Известно, что автобус ехал из Шепетовки Хмельницкой области в международный аэропорт Ференцилиста. В салоне было 48 человек. Все украинские туристы. На трассе водитель, видимо, не заметил знак ограничения высоты транспорта и на полной скорости продолжил движение. В результате верхний этаж автобуса полностью снесло. Там было 20 пассажиров. В автобусе находилось 48 человек. Большинство из них травмированы в результате аварии. Из искореженного автобуса четырех пассажиров пришлось извлекать спасателям, после чего их передали медикам. Из-за аварии полиция полностью перекрыла дорогу в аэропорт. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Пригнали пожарные машины, развернули лестницы. По ним люди, которые находились на втором этаже автобуса, смогли спуститься вниз. Известно, что травмы получили 28 человек. Как рассказал представитель венгерской службы скорой помощи, у некоторых пассажиров травмы головы, у других ушибы и синяки. Восемь в тяжелом состоянии. Доставлять пострадавших в больнице помогал украинский консул, который приехал на место аварии. Консул Украины ввел переговоры с следствиями и правоохранными органами о том, чтобы объяснять причины аварии. Решта гражданин Украины, которые не потребуют медической помощи, они уже возвращаются в Украину другим автобусом, который был данен перевозникам. По информации венгерской полиции, автобус был с украинскими номерами. За рулем был 52-летний украинец. Водителя подозревают в совершении массовой аварии. Он был допрошен полицией, как подозреваемый, после чего взят под стражу. Полиция начала процесс подготовки к аресту подозреваемого. Мы только задержали его максимум на 72 часа, после чего суд и прокуратура рассмотрят подробности дела. Пока в полиции подозревают, что водитель совершил ДТП по неосторожности. Оснований говорить о том, что он был пьян, нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Будапешт. Неожиданное продолжение получила история с выкапыванием водопроводных труб под Одессой. Сюжет об этой афере выходил в нашем афере неделю назад. Выяснилось, что трубы разворовывают не просто на полях, а на полях, на государственных полях, уничтожая ценный урожай. Почему это нисколько не волнует чиновников, разбирались мои коллеги. Это Николай Цандур, директор государственного опытного хозяйства Аграрной академии наук Украины. Как оказалось, именно в его ведении находится поле, где неизвестные в середине мая демонтировали неработающий водовод. Чугунных труб здесь выкопали на сотни тысяч долларов и продолжали бы, не останови их, активисты. На государственных полях воруют государственное имущество. И никому до этого нет дела, и самое главное, нет потерпевших. Теоретически, потерпевшим в этой ситуации можно признать государство. Ведь когда рыли траншею, уничтожили гектар посевов пшеницы и повредили плодородный грунт. Но Николай Цандур ущерб оценил всего в 2750 гривен. И этого недостаточно, чтобы открыть уголовное производство. Я не имею никакого отношения к этой афере. Люди зашли и начинают купать неизвестно что на посевах. Мне написали, сколько ущерб от вас и так далее. Активисты уверены, существовал сговор между чиновником и местным фермером, который с первого дня утверждал, что на его поле выкапывают трубы. Позже именно этот фермер выставил охрану возле труб. И именно ему полиция затем передала их на ответственное хранение. С журналистами фермер общаться не хочет, прячется в автомобиле. Роль его, я думаю, однозначно понятна. И следствие, я думаю, если будет объективно заниматься, оно установит его вину, возьмет распечатки его телефонных разговоров. Это все очень просто и очень быстро делается. Пока же открыто уголовное производство по статье кража, совершенной группой лиц. Но о подозрении еще никому не объявлено. На сайте Одесского горсовета тем временем указано, это бывший городской водопровод. Несколько лет назад в составе всего водоканала его сдали в аренду частному предприятию. А уже в 2014 году коммерсанты списали чугунные трубы с нулевой балансовой стоимостью при протяженности свыше 20 километров. Почему такое количество металлолома частники оценили в ноль? Вопрос к правоохранителям. Общественники, между тем, настаивают, даже в этом случае, находясь в недрах земли, трубы продолжают оставаться государственной собственностью. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. В Украине может появиться Госбюро военной юстиции. Законопроект уже зарегистрировали в парламенте. Сегодня его обсуждали в Харькове с представителями Канады и Израиля. Необходимость новой структуры поясняют тем, что расследование военных правонарушений фактически ими сейчас никто не занимается. У прокуратуры, в том числе и военной, эти функции забрали и передали Госбюро расследований. Но де-факто оно так и не было создано. Поэтому авторы законопроекта предлагают возложить эти задачи на новое бюро. Ежегодно военные совершают до 20 тысяч преступлений. Новый орган займется расследованиями, розыском вывезенного из зоны боевых действий оружия, охраной военных складов и коррупцией оборонных госзаказов. Войскови не принимают цивильных людей, которые приходят делать право им участие в подразделе в окопе или в Блідаш. В среднем, военная прокуратура, пока им имела повновление, расследовала более 20 тысяч криминальных проведений в год. А Державное бюро расследований предназначено всего-навсего, трошки больше 100 человек, которые должны это все делать. Три человека погибли в результате теракта в бельгийском городе Льеш. Мужчина, вооруженный канцелярским ножом, напал на двоих женщин-полицейских, после чего отобрал у одной из них служебное оружие и расстрелял обеих в упор. Третьей жертвой стал 22-летний мужчина, он находился неподалеку. Затем стрелок скрылся в местной школе, он взял в заложнице сотрудницу. Во время перестрелки с полицией мужчина погиб. По сведениям бельгийских СМИ, нападающий был мелким вором, его освободили условно. Трагедию уже квалифицировали как террористический акт. Целью убийцы было нападение на полицию. Он сделал это с самого начала. Спрятался за двумя полицейскими, а после этого жестоко убил их со спины. Украина закупит 55 французских вертолетов. Соглашение об этой сделке уже подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Сегодня он в Париже. Что это за вертолеты и на каких условиях их предоставят нашей стране, узнаем от Елены Абрамовича. Для перевозки тяжелых грузов, эвакуации раненых, спасательных операций во время пожаров и наводнений и просто для помощи больным в глубинке. Такова основная цель создания нового вертолетного парка Министерства внутренних дел. По словам его руководителя Арсена Авакова, на данный момент Украине это критически необходимо. У нас количество вертолетов, которые на всю страну предполагаются, сейчас активно в этой фазе. Боюсь, что мы можем перечислить на пальцах одной руки. А теперь будет в итоге, как мы завершим программу, будет 55 вертолетов Airbus и предполагаю, что еще будет порядка у нас, если все хорошо будет с финансами, порядка 20 вертолетов украинского производства. И это будет покрывать всю территорию страны. Обновить парк договорились с помощью Франции. В компании Airbus закупят новые и БУ вертолеты трех моделей. H-145 для операций при пожарах, H-125 для работы в высокогорье и H-225 для быстрых и дальних полетов. Соглашение подписали руководитель украинского МВД и госсекретарь Франции по вопросам финансов. Соглашение касается покупки более 50 вертолетов. Эта техника позволит проводить такие операции, как спасение в море или предоставление гражданской безопасности. Данный договор очень важен для Франции. Операции, связанные с этим документом, Франция поддержит финансово. Далее документ должен ратифицировать украинский парламент. Арсен Аваков заверил, закупят модели, которые не выпускают в Украине. И финансовые условия очень выгодные. По межправительственным соглашениям под 1% годовых. И это очень выгодные условия в течение шести лет. В бюджете в этом году заложена была сумма 1 миллиард гривен на эту программу. И кроме того, мы в этом году будем также покупать и украинские вертолеты. Но основная часть, сейчас мы берем, так как стартуем по большому количеству вертолетов, основная часть все же будет касаться использования французского кредита. Представитель французской компании-производителя уверяет, это не просто покупка машин, но приобретение мирового опыта. Наши вертолеты используются практически во всех европейских странах, за небольшим исключением. Если смотреть дальше, в Японии, например, ими пользуется береговая охрана. В Гонконге летают наши H-175-е. В Австралии тоже есть французские спасательные вертолеты. В Африке, Северной и Южной Америке, даже в Соединенных Штатах. Поставить в Украину вертолеты французского производства должны в течение года двух. Использовать их будет Государственная служба под чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, нацполиция и пограничники. Из Парижа Елена Абрамович, Евгений Каминский и подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Выдающиеся женщины, которые добиваются перемен. Это международная конференция проходит сейчас в Израиле. В числе участников 45 стран, среди которых и Украина. Давайте узнаем, кто представляет нашу страну. Форум этот известный, международный, очень престижный. Проходит раз в два года. 45 стран прислали своих представителей, точнее представительниц. Название – выдающиеся женщины, которые достигают перемен. Украину на конференции представляет самый молодой губернатор страны Юлия Светлична. Понад 60 участников, 40 стран страны, представители Азии, Америки, Северной и Северной Европы. Сегодня собралися, чтобы поговорить о нагальных вопросах. Украина выступает одним из первых, не только из вопроса гендерного вопроса. Мы сегодня поговорили о безвлече интересных и очень нагальных вопросах, что до статус развития каждой страны. Программа визита плотная и насыщенная. Встреча с президентом Израиля Реувеном Ривлиным с министрами. Особый визит к Иерусалимскому патриарху Феофилу Третьим. Он долго беседует с Юлией Светличной, расспрашивая ее о ситуации в Украине, о том, как развивается страна и как защищается от агрессии своего соседа. Говорили про мир в Украине, говорили про создание единого поместного церкви. Отчули поддержку относительно создания церкви. Поэтому будем надеяться, что наши попытки восстановить или активизировать сотрудничество с государством Израиль сегодня и несколько дней в продолжении этой дискуссии будут иметь пользу для нашей страны. Языкового барьера практически нет, если даже некоторые израильские министры свободно говорят по-русски и по-украински. Для сотрудничества просто непаханное поле. Израильские технологии помножены на украинские возможности. Результат могут дать революционный. Израиль все больше инвестирует в Украину. В том же Харькове открываются филиалы хай-тек-компании. Растет сотрудничество в области медицины. Сейчас две страны договариваются о промышленной кооперации. Это значит, что на украинских заводах по израильским технологиям будут производить конкурентноспособную продукцию. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Накануне Дня защиты детей маленькие жители Донбасса получили подарки. Гуманитарную помощь в Луганскую область привезли участницы национальной платформы «Женщины за мир». Организация это регулярно доставляет в прифронтовые зоны продукты и средства гигиены. По данным Красного Креста, в этих регионах постоянно проживают около 500 тысяч детей. И половина из них остро нуждаются в помощи. Сегодня проходит внеочередная гуманитарная миссия национальной платформы «Женщины за мир» в красную зону Донбасса к первому июня. Потому что на протяжении последних четырех лет мы четко заявляем, дети, которые проживают вдоль линии разграничения, проживают, можно сказать, прямым текстом на войне. Сегодня ночью здесь стреляли. Сегодня ночью дети опять здесь жили в подвалах. Они требуют особого внимания. А в Мариуполе сегодня открылся новый детский сад. Просторные комнаты, высокие потолки, современная система вентиляции, энергосберегающие окна и новая мебель от украинских производителей. Все, чтобы малышам было тепло и комфортно. Этот детский сад в городе ждали более 30 лет, но на строительство не было средств. 24 миллиона гривен из госбюджета, это львиная часть стоимости проекта, удалось выбить лидера радикальной партии. Моему детенцу был не детский садок, а детский дом. Я очень рад, что сегодня мы в Мариуполе открываем этот чудовый детский садок. Для наших детей нужно обеспечивать самые лучшие условия. И ключевое для наших детей – это восстановление мира в Украине. Сонечное небо. Чтобы наши дети и их родители никогда не знали войны. В Черкассах апелляционный суд поставил окончательную точку в деле о трагической гибели сельской учительницы. В сентябре 2016 года в центре города женщину на пешеходном переходе сбил местный лихач. В конце февраля суд первой инстанции приговорил водителя к 7 годам тюрьмы. Но он оспоил вердикт. Каким стало новое решение, узнаем от Станислава Кухарчука. Два часа дня апелляционный суд Черкасс. Мама, сестра и муж погибшей Нины Мелехиной считают минуты до начала финального судебного заседания по делу, которое тянется почти два года. В сентябре 2016-го их родного человека в Умане на пешеходном переходе сбила машина. Завуч сельской школы приехала в район сдать документы в управление образования. Не дошла всего несколько метров. Ее убийца до сих пор на свободе. Ни машину, ни права полиция у него так и не изъяла. Он ходит на свободе, он едет на работу на машине через наше село и живет спокойно. И каждый, как я сказала, от горя, может быть, пухнет, поправляется и поправляется. И это несмотря на то, что в феврале Уманский суд признал Игоря Аверчука виновным в смертельном ДТП. Его осудили на 7 лет без права на амнистию с запретом вождения на 3 года и обязали выплатить компенсацию семье погибшей. Аверчук подал апелляцию. На заседание приехал с двумя адвокатами и группой поддержки. На нашу думку, неправомирно суд не застосував закон Украины по амнистию. Мы про это детально писали в своей апелляционной скарзе, вказавши лишь одну подставу. На утримании подзахисного есть неповнолетние дети. Адвокаты уверяют, их клиент признал вину полностью, помогал следствию и раскаялся. Сам Аверчук говорит, ДТП лишь в стечении обстоятельств. Дескать, из-за яркого солнца не заметил пешехода. На этих кадрах с регистратора видно, черная машина Аверчука уже после удара начинает петлять по дороге и тормозит в нескольких десятках метров от фатального перехода. Мама, погибшая Нины Мелехиной, не сдерживает эмоций. Аверчуку дают последнее слово. Водитель-убийца пытается попросить прощения у родственников. Вердиктам ни подсудимый, ни его адвокаты, похоже, не удивлены. К Аверчуку применяют закон о полной амнистии. Он вступил в силу осенью прошлого года. У семьи погибших решение вызывает настоящий шок. Может, кто-то скажет, что это не очень справедливо, но он и есть, и мы должны выполнить. Не суд принял закон, и не прокурор, Верховная Рада приняла. Мы должны его выполнить. По решению апелляции Аверчук не отсидит за смертельное ДТП ни дня. И прав на вождение его лишать тоже не будут. Вердикт родственники погибшей Нины Мелехиной будут оспаривать в Верховном суде. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. И новые подробности в деле о попытке рейдерского захвата крупнейшего переработчика сои в Украине Каховка Протеин Агра. Вопреки решению Печерского суда столицы, следователь генпрокуратуры Александр Буковчаник единолично решил передать предприятие бывшим владельцам. Законные собственники этого предприятия расценивают это как очередную попытку захвата. Все подробности в материале. Очередная попытка рейдерского захвата крупнейшего в Украине предприятия по переработке сои. В распоряжение подробностей попала вот эта копия постановления следователя генпрокуратуры Александра Буковчаника. Еще 23 мая своим решением, без обращения в суд, он решил передать имущество предприятия фирме Каховка Пром Агра, связанной с его прежними собственниками, одиозными бизнесменами, братьями Сигал, бывшими владельцами банка Надра, которых обвиняют в незаконной выдаче кредита на 25 миллионов долларов. Следователь постановил передать им имущество предприятия якобы временно, на время расследования уголовного дела. Интересно, что буквально за два дня до этого, 21 мая, Печерский суд столицы признал действия следователя незаконными и предыдущее точно такое же постановление за подписью Буковчаника отменил, заявив, что своими действиями он грубо нарушил права нового собственника компании Каховка Протеин Агра. Речь идет о попытке силового захвата предприятия еще в январе этого года. Тогда на территорию завода ворвались молотчики в балаклавах с битами и оружием, открыв огонь по охране предприятия. Четверо человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Остановить бандитов удалось лишь благодаря вмешательству полиции. Очередное такое же постановление свидетельствует о грубом нарушении закона со стороны следователя ГПУ, утверждает юрист. Это правовой нигеризм, но и злоупотребление правами. Следователю четко указано судом, что подобное действие было незаконно, что у суда другая точка зрения относительно того, кто должен владеть этим вещественным доказательством на время досудебного расследования. Вместе с тем, следователь, игнорируя выводы суда, пользуясь формально тем, что у него есть полномочия в любой момент принимать такое решение, он выносит точно такое же решение, которое уже однажды суд признал незаконным. О незаконных действиях следователя и судей, принимающих нужное одиозным бизнесменам-сигалям решение, уже не раз заявляли общественные активисты. Оценку действий своего сотрудника, грубо нарушающего закон, теперь требуют от прокуратуры. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Международный турнир памяти Валерия Лобановского, 15-й, юбилейный, стартовал в Киеве. За главный приз сражаются молодежные футбольные команды из разных стран. Открывали этот турнир возле памятника великому метру юные динамовцы, легенды мирового футбола, а также президент футбольного клуба «Динамо» Киев Игорь Суркис и вице-президент УФА Григорий Суркис. Они возложили к памятнику цветы. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. Центральная арка стадиона имени Валерия Лобановского. Здесь у входа находится памятник метру. С самого утра почтить память великого тренера пришли юные динамовцы, родственники и друзья Лобановского, а также легенды мирового футбола. После возложения цветов стартовал юбилейный 15-й международный турнир памяти Лобановского. К слову, соревнования открывала Федерация футбола Украины, но на официальную часть даже не пригласили родственников Лобановского, руководства киевского «Динамо» и ветеранов «Белосиних». Для меня лично Валерий Васильевич сделал, конечно, очень много. Я стал заслуженным мастером спорта в 29 лет, в игре в Кубок Кубков, в Суперкубок. Поэтому это никогда не забудется. Мы говорим о величайшем тренере, величайшем тренере не только в Украине, но и во всем мире. И такие турниры, турниры для детей, это в первую очередь память об этом замечательном великом человеке, великом тренере. Ежегодный интерес к турниру памяти Лобановского увеличивается, подчеркивает президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Сейчас в нем принимают участие молодежные команды. В будущем ставят задачу поднимать престиж этих соревнований. Проходят такие турниры, это очень хорошо. Я считаю, вообще этот турнир надо было бы как-то продумать и делать, чтобы играли первые команды. И сборные более серьезные приглашались. Поэтому было бы неплохо, вот сборная наша играет, могли бы пригласить какую-то сборную в честь этого турнира, в честь Валерия Васильевича сыграть. Не турнир, а просто матч какой-то. Очень хорошо, что мы помним, я лично всегда буду поднимать Валерия Васильевича. Почему? Потому что, как говорится, годы становления моей футболей пришли, прошли при нем. Не команда звезд, а команда звезда. Такой подход к работе был у Лобановского, вспоминает вице-президент УИФА Григорий Суркис. Это позволило Метру вырастить легендарных футболистов и, возглавляя Киевское Динамо, несколько раз завоевать самые престижные мировые трофеи. То, что сегодня здесь несколько поколений, от шестилетних детишек, которые только делают свои первые шаги, 8, 9, 10, 12, 13, 14 лет. Это все ребята, которые учились на выдающихся подвигах, я бы сказал, Шевковского, Мунтиана, Бибы. Если они не видели их игр, ну, по крайней мере, от своих родителей они знают, что это были звездные команды, которые создавал Метер. Вот это и будет ответ всем относительно того, насколько украинская земля может рождать и дальше великолепных футболистов и пример для подражания и в дальнейшем. Матчи 15-го турнира памяти Лобановского будут проходить два дня. Украинская сборная сегодня встречается с командой Израиля. Александр Васильченко, Олег Неведомский, подробности, телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова